Добрый день, я начальница управления спорта Николаевского городского совета, Бондаренко Ирина Александровна. Хотела бы внести некие ясности по поводу такого массового ажиотажа, что касаемо моей персоны, как начальника управления и как вообще в целом жителя этого города. Значит, ситуация сложилась неким образом. Я очень много лет до того, как заняла этот пост, работала тренером в спортивной школе, и тренерского стажа у меня уже полных 16 лет, воспитала ни одного мастера спорта, и также мастера спорта международного класса, имею звание заслуженный тренер Украины, сама мастер спорта по художественной гимнастике. То есть всю свою сознательную жизнь я росла и строила свою карьеру и как спортсмен, и как тренер. И само собой разумеется, что большой круг общения у меня есть не только в городе, в котором я проживаю, а также и в других городах. Сложилась такая ситуация, что на сегодняшний день в нашей стране война. Коллеги неоднократно звонят с разных городов, интересуются, Ирина, как у вас дела, как ситуация, сколько обстрелов и так далее. Вот и есть такой коллега у меня из города Драгобыч, непосредственно мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Мы с ним не ездили ни один чемпионат мира, ни один чемпионат Европы, ни один чемпионат Украины отрабатывали. Также готовились вместе и на сборах у него к подготовке чемпионата мира. Его отец заслуженный тренер Украины, который родоначальник кикбоксинга, и вместе с покойным Павлом Афанасьевичем. То есть люди, которые знают свое дело, люди, которые на хорошем счету в городе. И неоднократно поступают звонки, говорят, Ира, как там у вас, как, что? Есть ситуация действительно напряженная, и когда были регулярные обстрелы, говорят, чем я могу вам помочь? Есть, говорит, у нас фундация, есть польская школа, которая занимается детьми, говорит, помогает семь, помогает инвалидам. Говорю, ну, мы, говорю, как бы спортсмены, и в целом, говорю, просто дети, родители, люди. Если есть какая-то у вас возможность, вы можете помочь. Мы рассмотрим ваши предложения, куда ехать, когда ехать. Он говорит, я тебе дам телефон Ольги Павловской, которая, которая фундация Святого Антония, и будете дальше там, как бы, с ней коммуницировать. И, то есть, все, что можно, она для вас максимально сделает. Ну, конечно же, говорит, я, говорит, не стану в стороне. Говорит, если надо, приезжайте в город, все условия, что от нас можно, мы все поможем. Вот собрала я собрание директоров наших школ. К сожалению, у нас многие директора покинули город. Вот непосредственно воспитанница, которая и опубликовала на своей странице Фейсбука данную публикацию, директор этой школы покинула город, не поставив меня в известность. И находится на данный момент в Германии. Так вот, было собрание директоров, где я и сказала, что мой коллега с города Дрогович предлагает помощь, если есть желающие, но условия одни, что добраться надо будет самим. Сначала Ольга сказала, что до границы, говорит, а там автобус, мы будем сами искать деньги, возможность, чтобы попасть, довезти людей, детей, которые нуждаются в Четраро, это юг Италии. То есть это прекрасный город, это море, говорит, это будут жить при монастыре. Была такая информация, у меня, к счастью или к сожалению, нет ни своего личного транспорта, ни своей никакой личной автопарка, где я могу возить людей, детей, просто так бесплатно. У нас есть коммунальные автобусы, коммунальные автобусы у нас есть в школе по футболу, у нас 16 мест, но он сейчас, его забрала заводская администрация, в связи с военными действиями, то есть мы сейчас им не располагаем. И кроме как частной перевозки, у нас стал вопрос только частным образом договариваться. Все об этом знали, все об этом слышали, и директора доносили, ну я так думаю, доносили, должны были донести до своих тренеров. Ну и в результате что? В результате связалась Орион Авто, сказали, у нас частные перевозки, спросили, сколько детей, было разное. Сначала 35, потом 34 человека, потом менялись списки 32, то едем, то не едем, то и деньги есть, то денег нет. Поездка стоила, ну как сказали, стоимость билета 3000 гривен. С человека. Хотите, езжайте, хотите, не езжайте. Пытаний никаких нет. Деньги не собирались ни в управлении спорта, ни мной, тем более, лично. И никто родителей в глаза до того момента, как пришли на посадку автобуса на улице Садова возле церкви, не видел. Условия были в плане того, что когда мы будем выезжать, я с Ольгой разговаривала, говорю, Ольга, вот у нас, получается, там 18-19 были серьезные обстрелы, и люди должны об этом помнить. Мой личный ребенок сидел на кровати и плакала, и все. Я уже, ну как бы, как мать тоже переживаю, потому что я ни дня никуда не отлучалась с рабочего места. И приехала к Горкуну, говорю, ну как? Он говорит, ну сегодня нет, может быть завтра. Хотя людям говорилось, что вот вы сидите на сумках, на чемоданах, мы, как только сразу будет возможность, сразу поедете в безопасное место. Оля говорит, Ирина, смотрите, говорит, сейчас автобусом, говорит, у нас немножко с логистикой проблема. Говорит, надо будет, если что, 2-3 дня подождать, дорогого, встретят. Я позвонила Андрею, он говорит, все в общежитии встретим. Что по гуманитарной помощи дадим, покормим, все, что ведь нас потребно, мы все сделаем. Добрый, добрый, добрый. Все это я сказала при посадке людей, которые отправлялись в Драгобыч. На что у меня спросили, а в Италии будет Wi-Fi? Ну, вот это как раз женщина, которая недовольна всеми и вся. Ну, на такой глупый вопрос, конечно, я ответила, что я нахожусь в Николаеве, и не знаю, будет ли Wi-Fi уже по приезду, вы там вам все расскажете и покажете. Вот. Приехали люди, поселили их в общежитии, были жалобы, что холодно. Холодно, отопление по всему, по всей стране отключено уже не первый день. И, соответственно, в тот период, когда они были, 19 апреля, они выехали, уже отопления в стране не было. Им надо, им предоставили обогреватели, им привезли коробку, всего, чего только можно было, и спагетти, и сухпайок, и фрукты, ну, то есть все, что было у людей, все они это привезли. Я Ольге всегда звонила, говорю, Ольга, а как сейчас дела? Анна Терина, мы занимаемся, мы через посольство Польши, мы все, что только можем, занимаемся, нам надо найти двух водителей, потому что это Европа, там свои правила, два водителя, помимо этого автобус будет отстаиваться, все, говорит, количество людей, ну, то есть количество мест, автобуса тоже это все играет роль, говорит, подождать, ну, добро, подождать, ну, сколько, ну, два, три дня, может, там еще плюс-минус, я занимаюсь, говорит, Ирина, с 7 утра, и до поздней ночи, все, мы делаем все, что в наших силах, вы не переживайте, люди все равно обязательно уедут. Вот, приехала я лично к ним на выходные, вы понимаете, что это неблизкий свет, познакомилась с этой Ольгой, встретились мы возле общежития, Ольга сказала, что нужно подчекаться, потому что в данный час с транспортом и определенные проблемы. Мне начали мамочки в недовольном виде высказывать, вот, а, они еще прежде, как приехали, сказали, что мы хотели помыться, в городе нет воды и покрасить головы. Ну, вот, я у них, конечно, расспросила, ну, успели ли все покраситься? Вот, нам сказали, два-три дня, а вот, а нам еще надо подождать, она говорит, уважаемые, обратилась к ним еще раз, Ольга, смотрите, мы помогаем людям, которые действительно нуждаются, которые дети, мамы, под обстрелами, мы всем помогаем, но надо подшекать, под ривно, подшекать. Что вам необходимо? Все привезем, все подвезем. Я говорю, мой ребенок точно так сидит в драгобыче, и я своего ребенка и свою семью не отправила бы к тем людям, если бы я их не знала. Вот, хотя, это вообще моя семья и мой личный ребенок, я считаю, что вообще никого не должен волновать. В результате я поехала с Андреем в его спортивный зал, у него свой личный зал, мы взяли коробки, мы привезли еще продуктов, помогли мы просто, дети вышли, забрали все, забрали консервированную банку фруктов, все, что было, все людям предоставляли максимально. Организовали баню общую, также организовали баню частную, чтобы люди могли попариться, то есть им предлагались, как говорится, развлечения, какие только могли. Также был организован кинотеатр, но кто хотел в кино пошел, кто не хотел, это каждое личное дело. Но что самое интересное, что все были со своими родителями, мамами, что у нас не была поездка спортсменов, тренеров, там были и бабушки, и со школы, и пятой были бабушки, и дети были, те, которые и не занимаются в школах, то есть всем предлагали, все, кто хотят. Есть директора, звонили, а можно бабушка, да можно, можно всем. И у нас есть обращение межского головы, на Министерство внутренних справ, префектури, сведомостей, управления иммиграцией, а саме, я, Александр Санкевич, межский голова, межского города, будь ласка, надайте гостынесть дитям, та их матырям, які постраждали від выбухів у цьому місті. Вдячны за вашу щедрість, я высловлю вам свою подяку. Вот есть письмо, вот есть письмо, на итальянском публиковано, вернее, не публиковано, а подготовлено. То есть, никаких спортсменов, тренеров, речи и не было. Была помощь, чисто из-за моих отношений. И людям в итоге хамили, ходили вместе к Раду, в Драгобыче, обвиняли Андрея, что он и хочет кинуть, на что он мне позвонил в 8 утра, говорит, Ир, и ты мне, конечно, извини, я тебя очень уважаю, все, говорит, но я с ними просто разговаривать больше не буду. Я выяснила ситуацию, что случилось, он говорит, так и так, вот они ходили, жаловались, мне-то скрывать нечего. Я пошел, мне позвонила начальница управления, мы с ним побеседовали, пришел к депутатам, говорит, Андрей, мы тебя сколько лет знаем, вопросов нет, но, к сожалению, сталкиваемся с тем, что наши люди приезжают и считают, что им все все должны. Конечно же, я не могу не отреагировать на это, я звоню начальнице управления города Дроговича, и прошу прощения за наших мам, за их поведение. Она говорит, Ирина, мне очень приятно, что вы позвонили, спасибо вам большое, мы знаем очень много лет Андрея, у нас к нему вопросов нет, просто надо, попросили подождать. В итоге люди сейчас находятся в Италии, в итоге есть у нас с фундации Святой Антонии, есть у нас по письмам, а сам еще написано с этим письмом. Шановная пані Ирина, у ответ на ваше прохание поведомляемо наступное. 3 травня 2022 року до міста Четрара региона Калабрия, Италия прибула группа детей із законными представниками з міста Миколаево, Миколаевського району, Миколаевської області з метою тимчасової вакуації у зв'язку зі збройною агрессией РФ. Група розміщена в міні-пансионаті соціальній категорії адміністрації міста Четрара. Надано трьохразове харчування. Влада міста задекларувала готовність різнобічно допомагати в адаптації вищезазначених осіб для забезпечення безпечного та комфортного перебування в їхньому місті. А це второго. Вот. Що касаємо автобуса. Я на вопрос, вот, верните, нам 3 тисячі, ми не будем ехать, ми будем ехать. Я говорю, хорошо. Хоча я не обязана ничего им вообще, ни копейки денег никто не здавав, ни управлению, никому, не знаю, кому не здавали. Я сказала, я вам верну 3 тисячі, оставьте в покое мене і вообще, що хочете, то й делайте. Ви взрослі люди, займайтесь своїми делами, своїми дітьми. Я говорю, до вторника, пожалуйста, ви определитесь, хто буде ехати. Мні, або Ольге, позвоніть, щоб человек знав, що сьогодні їде там 20 чоловік, а завтра вже їде 10 чоловік. Ніхто не дзвонився. Все в итоге дождались, і в итоге все поехали. Поговорила, що ми к вам вопросов не имеємо, потім ми к вам просто іміем, і к Андрію ми нічого не имеємо, ми і кульги не имеємо, хто ми кульги не имеємо? А ми позвонили диспетчеру, в Оріон Авто, а диспетчер сказав, що поїздка безплатна. А прийшла Бондаренко, в Оріон Авто, і спросила, а званілися ли в диспетчеру, а як так можу розуміти? А мені кажуть, а мені кажуть, ніхто не званив нікому, і со всіми провівся опрос. А поїздка спортсмена ввозит Оріон Авто бесплатно. Хорошо. Розетта – родительница, либо вони там все знают, що Оріон Авто ввозить бесплатно. Почему так даже вони, і либо їхні тренера, які їх ведуть, які сейчас находяться на Западной, і забрали личні дела спортсменів зі школи і не возвращають їх. Говорять, що ми нічого во время війни не должны. У мене все задекларовано, є скріншоти, переписки. Не, обратились в Оріон Авто, і вони спросили, а почему поїздка стоїть денег? Почему она стоїть денег? Почему ми не їдемо бесплатно, раз ви займаєтесь бесплатными перевозками? Ну, вот. Помимо этого, вони за ці 10 днів оформили себе статус ВПО. Візнаєте, да? 2000 на взрослого і 3000 на ребёнка. То есть все оформили. Почему ніхто не вернулся і не зробив запрос на Оріон Авто? Почему їхні муж'я, які залишалися і сказали, сидіть там вже не возвращайтесь, іменно непосредственно этой Йогорова і мамі. Муж сказав, не возвращайтесь. Почему він не пришёл і не разобрався в даній ситуації? Вони мені виділи первый раз в глаза, как точно так, як і я їх виділа так же. Є акт. Почему 25-м? Все вопросы туди. Автобус уехал, автобус мог приїхати через 2 дня, 2 водителя було, я лично їх провожала, автобус был шикарний. На 48 мест ехало 20 человек. Вони сиділи, як хотіли, і поїздка була у них більш ніж комфортна. Якщо люди хотіли покрасити голови, либо їм общежитие не подходило, у них була можливість повернутися в Николаїв, і сіть у себе дому, і таскати воду, як це роблять всі, і в тому числі роблю я. Я буду обращаться з заявлением на тех людей, які опубліковали дану інформацію, не узнав достоверной інформации, никаких запросів, никаких подтверждающих документів, ніхто мене не словив за руку, ніхто нічого, ні з кем не разговаривав, а зробили такий резонанс. Також у мене визначають дуже інтересні вопросы, коментарію, а именно наших чиновників, а именно наших чиновників. Я не знаю, хто ще верить в сказки. Виїзд абсолютно любой команди или групи дітей-спортсменів не може проходить без участия областного управління спорта ОГА. Городське управління не може самостоятельно отправлять спортсменів в інші області, тим більше за границей. В мирне время все списки і дозвіл на виїзд дають управління області. А тут прям в Італиї абсурд. Крайний візд футболіста проходил под личним контролем мэра і глави воєнної администрації. Более того, візд дітей за границей должен проходить по определенной процедуре. І список для віезда, як менію, должен быть утвержден управлінням города і мецепроводительне письмо. Візд в другу страну по гражданському паспорту со времен може вызвати трудності. Ну, може вызвати, може не вызвати. Все виїжджали по своїм гражданським паспортам на то время. І є закон, і нічого не змінилося. Не віясню ситуацію. Причем тут футболісты? Причем тут тренера? Причем тут вообще... У нас є звернення, міського голови. І є. Тренера не ехали. То, що не ввозляють футболістів, так там тренера призовного возраста. І там роблять бронь. Либо роблять допуск, роблять допуск для того, щоб на границах пропустили. Наші границі пересекли. Все ехали с мамами. То є я считаю, що чиновники, які сидять в кресле і ще только исполняють обязанності, не розображую ситуацію, не позвонили, і не спросили. Ірина Александровна, а що відбувається? Дійсно, така інформація написала родитель. Ми, якби, роботиєю в одній системі. Уже комментирують данну публікацію. А я описню следуючі, що довоєнне время цей чоловік, іменно слева, на цьому стулю, завжди корректно на все вопросы отвечалися. Була коммуникація, було сотрудничество, є скріншоти переписок, давайте встретимося, це все, які-то вопросы, питання. Але після того, як чоловік зашов на должність, резко все змінилося. А мені ніякі депутати з нашої знаменитої партиї, багатаря котрій у нас зараз війна, сказали, що якщо у вас не буде коммуникації з нашими, з нашими, я не буду пока назвати фамилию, то буде дуже тяжело. Ну, я це розсенюваю як угрозу, в личний свій адрес. Вот. Поэтому мама – это с первой школы, тренера, которая не в очень хороших отношениях с Натальей Ивановной Мандзюк. Ну, я думаю, что Наталья Ивановна Мандзюк знают все. Вот. Да. К сожалению, почему-то такую великую спортсменку только не знаю в других городах. Очень жаль. Вот. И вот интересно складывается пазл у нас, такая картина, что родители, да, я была очень агрессивно настроена, что почему родители обвиняют людей, обвиняют в том, чего они не делают, не имеют права. Я сказала, что буду разбираться и с директором, и с тренером, почему нет коммуникации, что это за поведение. Я вынуждена звонить, извиняться перед людьми. Мне этого ничего, мне не тяжело. И я всегда извинюсь, если мы не правы. Но за вас, за взрослых людей, за людей, которые поехали со своими детьми, которым предоставили все условия, и я сейчас хочу позвонить человеку, которого вы услышите просто все, что люди делали, чем люди помогали, и кто вообще, кем они являются в городе, где проживают, и какое отношение у них к ним в их регионе. Звоню заслуженному тренеру Украины, Оресту, Шевчуку. Алло. Добрый день, Орест. Ну, я могу, да, вас включить на громкую связь? Да, спасибо. Да, уже я включила. Слава Украине! Героям слава. Героям слава. Моя фамилия Шевчук, звать Орест Ярославович, я заслужен тренера Украины. Я знал, что Ирина Александровна будет встречаться с одновесцем, и, честно сказать, сам напросился, чтобы рассказать, если это слово. Значит, мы с начала войны занимаемся волонтерством, занимаемся серьезно. Это не наши первые пересиденции, к сожалению, наверное, не последние. Кстати, до них были люди с Николаева и после них уже были люди с Николаевым. У меня просто задел один вопрос, потому что во время пребывания здесь, в нашем городе, кто-то из них обратился к депутату городского совета, городского совета, чтобы он не имел никакого отношения. Это поиск занималась благовидельная организация фундация Святого Антония. Кстати, после этого, я думаю, я надеюсь, на депутат организации Ольгу Ивану Иванову и Болновскую она расскажет все остальные моменты. Итак, все по порядку. Значит, конкретно этими вещами, расселением, проживанием занимался мой сын. он работает тренером в спортивном клубе и посвятительство представителей Германскої Рады при районной Дороговской администрации. Значит, представители Николаева, которые при Раде Светаеве, приехали утром, не помню, правда, такого числа. сразу же был первый звонок, что их оселили в холодное пшежитие. 7 числа у нас в городе было отключено центральное отопление Рады, как и по всей Украине. Ровно в 12 часов я был в этом пшежитии, привез два колорейджера и один колорейджер обогреватель дал комендант этого пшежития. Значит, на 6 комнат было два обогревателя. Люди были обеспечены горячим питанием в тот же день привезли гуманитарную помощь в виде продуктов питания и во время этого требования еще два раза были привезены продукты питания. Значит, чем могли, тем помогали. Была организована экскурсия в Робусский Доматический Диатр в пшежитий на автопотеке в котором они проживали. Был бойлер, горячая вода, по крайней мере, была постоянно. Кроме этого, была организована, ну, как правильно сказать, экскурсия, пульпоход, общественную баню, и потом частную баню для того, чтобы люди могли помыться, попариться, обогреться и так далее. Я не знаю, почему эта женщина, не знаю, не знаю имя, облатилась за родственной совет, потому что мне личный телефон свозили родители и благодарили за эти все вещи. Я прекрасно знаю город Николаев, в котором часто бывал на соревнованиях, видел разбунженную спортивную школу, которые мы три недели готовились к чемпионату мира. Поверьте, сердце отбивается, я знаю, что вам там не сладко, намного хуже, чем нам. У нас тоже включат сирены, тоже бомбят Львовскую область, моя невестка и внучше сейчас находятся в Польше, а за нас дочерь убивают в бомбоубежище Харальского совета, потому что живут в центре города. Это дело зацепило очень, потому что людям были созданы все условия, и они должны были понимать, что они обратились не в политическое агентство, чтобы предъявлять, почему они вместо трех дней, которые им обещали, задержались лишнюю неделю. Значит, они были обеспечены питанием, не были нормальные условия проживания. чтобы вы понимали, ну я боюсь, цифра ошибится, население этого больше порядка 80 тысяч человек, ну по моим подсчетам эта цифра меняется около 10 тысяч переселенцев и беженцев. Все госинецы, все школы заполнены, люди работают поделиться, стараются помочь. Значит, никто на себя не вешает, потому что общая беда пришла на стол. Это политики разделили и российские пропагандисты на западную и восточную Украину. Для нас Украина одна и мы всегда рады и будем помогать. Сказать, что после этого всех людей, которые мы встречаем, я только слышал слово благодарность. Сказать, что после этого запускаются руки, это будет неправильно, потому что когда закончится война, и мы победим, все встанет на свои места. История покажет, кто был прав, кто не прав. Это задержка середневная, которая была не по нашей причине. Вы понимаете, что сейчас проблемы есть с бензином, без транспортными материалами. И для того, чтобы заправить бус, поверьте мне, пошла не на психиевра, для того, чтобы люди доехали в Италию. В Италию. расскажут. Они предложили изучение бесплатное итальянского языка по возможности обеспечить работу и сейчас женщина-переводчица, которая работает в Украине, и представитель муниципалитета. Вот это середина задержка. Видимо, понимать, что это война, и тут тоже не сладко. Кстати, еще один момент. Я говорил про разболбленную спортивную школу, а кадры интернета облетела разболбленный реанимобиль, который сидел возле больницы. Вот такой самый реанимобиль мой сын со своим одноклассником, который много лет проживает в Англии, и с его друзьями в Сверхе, с дочиной региона, при поддержке Головой Дороговской районной военной администрации Степана Кулыняка аналогически реанимобиль пригнали Миколаев. Опять же, Степан Кулыняк глава цельной администрации содействовал тому, чтобы он полностью был выполнен гуманитарной помощью. Это рассказывает не для того, чтобы вешать медали, что мы здесь работаем в потере лица, а для того, чтобы понимать, что идет война, идет какие-то бои. По крайней мере, никто еще никогда не держал у вас из тех людей, которые здесь отстеляли, которым помогали на то, что их плохо приняли. Но я знаю, что это был единственный случай, по моей информации, потому что многие благодарили, и по приезду Виталію. Я думаю, что я на ваших вопросах. Я, к сожалению, так и сказала сразу, что... очень соромно. Орест, это я. Дуже соромно за миколаевцев. Понимаете? Дуже соромно. Ну, я это просто... не хотела до последнего сказать. Соромно за миколаевцев... Ну, я уже вивучилась перед вашей начальницей управления, за наших батьков та их вихованців. Ну, что поробишь? Соромно за миколаевцем не повинно бути. Не повинно. Я знаю, что в миколаевцев у меня багато друзей. Коля Хаджегло, Николаев Хаджегло, заслуженный тренер Украины, Игорь Павленко, заслуженный мастер спорта, Александр Миненко, заслуженный тренер Украины по рукопашному бою и много-много других. Мы много лет сотрудничаем, проводим совместные семинары. Ты приезжаешь к нам, Андрей, приезжай... Все это казалось уже, казалось, да. Так что у нас нормальный, хороший... И тебе не... Стыдно за Николаевцев не забыть, потому что... За Николаевцев нам на любой линию. Кстати, наши ребята, дорогобачане тоже. Вот у нас клуба... Обидно, обидно, что... Знаете, это как... Кстати, да, как говорила Шапоклях. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Так оно будет. Я думаю, это единственный случай, я думаю, что это эмоции. Это люди выехали из-под бомбежек. Тут никто не... Ну, за эмоции надо будет эмоциями... Ну, то есть, понимаете, за каждую публикацию надо будет отвечать и нести ответственность. Да, да. Они проживали в общежитии нартового техникума. Поверь мне, что многие... Ну, все общежития и университетские все учебные заведения забиты. И многие люди проживают в школах, а там... На полу, на матрасах, да, знаю. А там условия... Просто, Орес, понимаете, у нас люди, эти мамы, ехали не от бомбежек. Они просто ехали в Италию. А будет ли там Wi-Fi? Понимаете? Когда меня спросили, у меня это уже, честно говоря, насторожило немножко. Вот. Но у нас же есть великие адвокаты, которые комментируют с Донецка, сидя в Одессе, и комментируют всю эту публикацию, понимаете? Ирина Александровна, да. будет правильно, если бы, я не хочу, это по телефону озвучивать, что-то от меня не исходило, будет правильно, если вы наберете Ольгу Ивановну Павловскую, наверное, даже про дорогу... Да, наберем я контактный телефон. Вот есть все ее. Я ей сейчас звонила, она не бьет, может быть, у них там открытие и все. Пожалуйста, я им оставлю контактный телефон. Она говорила, что у них будет открытие какого-то центра. Да, центра. У женщин, которая нашла. Ну, поверни немалую сумму. Пусть звонят, пусть делают запросы родители на Орионавто, звонят Ольге. Просто к Бондаренко больше никто не обречает. Работа. Есть работа, и все. Я же говорю. Людям помогают, тратят время зря. Услышали, да, меня? В активистической ноте... Да, будем заканчивать. Да, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Корреспонденты вопросы, я от вас веду. Спасибо. Когда Бондаренко будет в отпуске, обязательно к вам приедет. Попрыгать на батуте. И возьму корреспондентов. А, возьму корреспондентов. Да, поедем, поедем. Хорошо, спасибо вам большое. Да, спасибо. Андрея, привет. До побачения. Да, дякую. До побачения. Спасибо. Я еще очень хотела дополнить, знаете, может быть, лишнее, может быть, не лишнее, но очень бы хотела вот связать вот этого адвоката, Наталью Ивановну, да, Михаила Олеговича. Ну, все, не секрет, Али Ивановна возглавляла, ну, была в какой партии, вернее, да. Адвокат, ее, который защищает, знаем, с какого региона, переселенец. Я жил в Николаеве пять лет, его сын тренировался в детской спортивной школе номер два. Его сын получал стипендию меського головы. Он обращался у меня за консультациями, за вопросами, то есть я это очень хорошо знаю. И вся поддержка и вся помощь, которые только, ну, они обращались или что-то спрашивали, полностью мною была всегда, то есть с открытой душой, пожалуйста. Они тренировались во второй школе, стипендии не получали, это можно зайти на странице Алексея, его сына, увидеть на Инстаграме, у меня это есть все. Вот. Потом человек говорит, так что, ваш Николаев, тут денег не заработаешь, там из Донецка такие, блатные, заводные. И поехали жить в Одессу, да. Я просто, мне интересный вопрос, когда они придут с Одессы, как они будут вести себя точно так, там, где они кушали, жили, где их принимали, где они, грубо говоря, получали деньги, и ваш сын здесь же получил, тренируясь непосредственно в городе, звание мастер спорта международного класса. Вот это другое. Почему он стал резко защищать, потому что у него лично произошел конфликт со мной, я это не отрицаю. Вот, произошел конфликт со мной. Вот молодая красивая, не хочет с ним общаться, обиженный дядя. Вот. Антеля Ивановна Мандзюк у нас никак успокоиться не может. Вот у страницы управления спорта, которая была лично на Фейсбуке под ее аккаунтом, она и продолжает вести под хэштегом «Лженачальник». Все прекрасно все видят. Вот у нас такая, как говорится, дружная компания. Папа, мама, я дружная семья. Вот я могу вам подытожить. В принципе, батьки в трошечке... Тренера, да, Тире, да, вы говорите, что все плохо, что все плохо. Вот здесь зауч у нас непосредственно, который исполняет обязанности сейчас Марии Грабы, которая уехала. Я, кстати, пожалуйста, хочу очень зачитать, зачитать переписку, как общается новоиспеченный директор детской спортивной школы номер один, которая находится, находилась первые дни во Львове, теперь находится в Германии. Ну, это так. Она мне, на мой вопрос, где ты находишься, ответила там же. Это коревник установы. Хочу зачитать общение ее и отношение к управлению спортом. Там, где люди получают заработную плату, где люди что-то для них делают, которая обращалась провести турнир Ксенофонтова. Пожалуйста, найдите, Ирина Александровна, какую-то спонсорскую помощь и нам с удовольствием помогли, они турнир провели. Ну, кто помог, вы можете сделать запросы, узнают. Я фамилии сейчас называть не буду. Так, сейчас я очень, две секунды, пожалуйста, пожалуйста, подождите. Вот, вот, вот. Всем добрый вечер, Мария. Всем добрый вечер, доброй ночи. Я до последнего ждала, чтобы увидеть переказ управления на дистанционку. Его нет. Вместо него какую херню склепали на перевод основных, большими буквами, тренеров на 24 часа. Что такое основные тренера, мне непонятно. Ну, основные, это кто имеет основное место работы, а есть у нас по часовике. Ей непонятно. Да, ну, тренером она не работала, правильно я говорю, да, тренером она не работала. Она была просто залучем, и так как уже предыдущий директор, заслуженный тренер, действительно, воспитал ни одну плеяду сильнейших спортсменов, которые знают весь мир, уже мы, ему просто, как говорится, он на пенсии, дали часы, и он себе спокойно работает тренером, а Марию поставили у руля. Сначала объявляет простое с оплатой две трети оклада, теперь какой-то перевод на 24 часа, я ничего комментировать пока не буду, подожду до завтра, может что-то изменится и сделать правильный приказ. Я вот только одно не могу понять, как так получилось в такое тяжелое время, почему вы тренера, которые всю жизнь работали в школе, подготовили много чемпионов, человек сидит в Германии, душу вкладывали в них хореографы, аккомпаниаторы, вы сейчас стали для них для управления обузой и делают все максимально, чтобы как собак выкинуть на улицу. Только из-за того, что вы не можете сейчас полноценно работать, у меня нет слов, извините, только маты. Это мамочка, которая говорит, что я там, даже если я и нецензурно где-то выразилась, это была моя нерабочая обстановка, это было в другом городе, и вообще я могу даже стоять на одной ноге и подпрыгивать. А этот человек пишет, директор школы, пишет, в группу своих подопечных, своих работников, прошу прощения. Сегодня ужасный день, сидите все там, где сидите, а где сидите, непонятно. Берегите себя и своих близких, никаких детей в школе, чтобы не было, никаких заявлений не писать. Завтра все увидим и решим, как дальше жить. Ну просто, вы же понимаете, что у нас есть решение из полкома, правильно, есть какие-то, ну, законы, и у нас есть табеля, где люди получают и по 10 тысяч, и тренер, и 12 тысяч получают заработные платы. Это все есть, это все управление можно запрашивать, можно брать и получать. Просто, да, это учение, что если человек находится за межами места, або за межами страны, то ему ставить Е, керівництво, и ставим Н. У нас есть такие керевники, которые мне особисто сказали, что мы на 10 дней возьмем отпуск и привезем свою семью, и после этих 10 дней все продолжают писать за свой рахунок. Это керевники школы, это они, которые просили, которые ходили, которые очень хотели керовать, и почему-то не керуют. Но, где-то оттуда, где получают соцпомощь, пишут, как нужно, как собака. А мы, все управления, бухгалтерия, где вместо 20 человек работают два, и начали и коммуналку, и заработную плату, под сирены, вообще во время сирены, по закону мы должны где быть? Не на работе, мы должны, да, опускают в подвал. Работают, ездят, и людям выплачивают. И отпуска, да, отпуска, просят, отпуск, извините, у всех неплановый, потому что отпуска писали на одно время, кто на сентябрь, кто на июль, кто на октябрь, сейчас даем на 14 дней, на 14 даем, люди получаются отпускные, если кому-то, что не нравится, есть закон, за кордоном вы должны, у вас НЗ. Яки питания, як управлению спорту? Кто в чем, кого обвиняет? Я с этим обовязково буду разбиратись и обращаться в правоохранительные органи за цю клевету, за вот эту, можно так сказать, шайку, которая вирішила, что они так это не залишат, так и я это не залишу. Чтобы писать таки публикации, нужно обовязково мать доказы, споймать людину и сказать, что ты в меня взяла одну копейку. Поэтому в меня на сегодня все, но мы обовязково эту ситуацию будем контролировать и когда будет что-то интересное, мы будем подъясняться и будем с вами обовязково, как говорят, сотрудничать и всю информацию нам скрывать нечего, поэтому мы всегда в открытии. Я еще хочу наостанок все же таки скажу про наших вихованців, которые в М. Львове, в Италії, в Латвии, в Німеччине продолжают свои тренувания, так как и есть, это их безусловие, это их жизнь, это их профессия. Я думаю, что кто-то из них потом и будет тренером, кто-то может и не будет, кто-то будет каким-то спортивным функционером, но они продолжают свои выступы. У нас на чемпионате света фехтовальщики наши проявили себя, они поселили в четвертое место, это очень хороший показник, выезжали за собственные деньги, сейчас не финансируются ни поездки, ни учебно-тренировочные сборы. Дети тренируются, дети выступают, защищают честь страны и честь города. Управление работает, люди, кто посчитал нужным уехать в другой город, другую страну, это их личное право, каждый может защищать себя, свою семью. Но, я считаю, что по совести, по совести, если еще есть совесть, то люди должны приехать и поступить по совести. Тех, кто сбежали и не предупредили. Потому что эти люди, может быть, когда-то потом и бросят детей и ничего не помогут. И ни один тренер не пришел и не сказал, может быть, я помогу, может быть, вы же все общаетесь, вы же все тренируетесь, вы же все ездите. Почему вы, как директора и тренера, многие, я не говорю за всех, нет, не по содействию, не побеспокоились о своих тренеров. А когда касалось денег, что мы все готовы дистанционно тренировать. Но чтобы только получать зарплату, то помогите. Если вы сидите там где-то в Германии или где-то в Болгарии, предложите своим выхованцам приехать к ним, там тренироваться. Помогите, найдите для них места. А в итоге у нас получилось то, что получилось. Я очень благодарна вам за то, что вы пришли, за вообще за то, что я могла, изложила все, что могла. И если еще у меня будут дальше какие-то информации, и мы, думаю, на запрос будем делать по поводу транспорта, то мы обязательно вас будем уведомлять. Хорошо? Спасибо вам большое. Вы можете пофотографировать, обязательно возьмите обовязково. Это мама, да. умовы, там, что нужно было подчекать, вы не зараз выходите в этой... Они в итоге все уехали. Нет, кроме моих... Моя семья находится в Драгобыче. Есть доказательства, они все зарегистрированы в общежитии, они живут, они обязаны там зарегистрироваться. Почему-то всем стал интересен мой отец. Я вчера сделала фотографию в фейсбуке, склад зутя. Говорю, пап, ну давай сфотографируйся, как хорошо в Италии. то есть, понимаете, и вообще, вообще, самое, что основное, еще и основное, люди не имели права без согласия тех родителей или детей, но дети несовершеннолетние, давать фамилии и имена в соцсети. Подождите, какое вы имели вообще право? Кто давал на это согласие? Покажите мне тех родителей, которые дали согласие, что вот, завтра их придут, извините, к моей маме или к моему ребенку, не дай бог, что случится, так я буду их обвинять. И я буду знать, что это 100% вышло от них. Либо же в Италии приедут и в рабстве их захотят забрать и по фамилии скажут, а мы за такими, правильно? Кто вам давал вообще право по закону? Я в суд буду обращаться однозначно. Да. Так нет, они что думают, я что-то боюсь? Вы мне что-то сдавали, вы какие-то претензии имеете. Почему вы все поехали в Италию? Ну, так и что ты делаешь? И еще, что самое интересное, вчера пришел ко мне Сергей Иванович Жайвернок и позвонил на громкой связи по WhatsApp мамочке, которая поехала с детской спортивной школы номер 3. У нее не было его номера, и я ему давала ее номер. Он, алло, алло, он, алло, она, алло, таким голоском, все прекрасно и чудесно. Он, добрый день, это директор школы, как ваши дела, Жайвернок? Алло, не слышно, пи-пи-пи-пи. Тут же перезванивает и гудки. То есть, пожалуйста, можете звонить, это было по свидетелям, спрашивайте, директора, а почему, как я там где-то читала, а почему мы должны давать фотографии? Подожди, я не собиралась себе делать никакой пиар, ну, людям просто, ну, благодарность, всех, кто помогает. Я только вижу, тебе спагетти привезли, тебе тушенку привезли, почему я не имею права поблагодарить людей? Они, помимо этого, передали еще гуманитарку и мы выставляли на управление. Люди помогли гуманитаркой, нас нагрузили всем, понимаете? Я поняла, но чтобы картину сложить в пазл, это на личных знакомствах, на личных обязательствах? Это все на моих личных знакомствах, потому что я работала, почему и начала, с тренером. У меня есть фотографии, с этим Андреем могу скинуть, как мы в Ирландии на чемпионате мира в 16-м году. Подружат, звонят Ирин, что там это? Он не звонит, Ира, если что, приезжайте, вы сидите там и там, и все, и все. Ну, то есть, вот такая позиция. То есть, это не было официальное поездка в управление? Не было, конечно, не было. И вы же видите, что там ни тренера, ни, просто Миша Николаев, начальник куклы спорткомитета, который чиновник, не разобравшись, комментирует это. Я тоже удивилась, он обычно же разбирается. Он никогда не разбирается, вот он, потому что у них задача взять все под свою крылышку. И как мне, это и говорили депутаты от партии ОПЗЖ.